Такс, это мне, да? Когда вышел Костя, начал рассказывать про то, как руководители руководят. Я прям вспомнил себя, как только стал руководителем. Я выходец из пепсиколы. Вот, и... Ой, как громко. Вот, выходец из пепсиколы и, напомниться, став супервайзером, меня же никто не учил руководить. И все время идешь на совместное посещение с торговым представителем, и он заходит в торговую точку, и там тырк, мырк, пырк, и ты говоришь, отойди в стороночку. Здравствуйте, я Михаил. И он после этого выходишь, и он говорит, ну как? Он говорит, вообще круто, круто. Вот только вот, ну ты так можешь. В следующую точку заходишь, он опять, ты говоришь, отойди в стороночку, добрый день. И так было постоянно. Как вы думаете, развивались ли мои сотрудники в этот момент? Да, Кость, прям вот один в один картинка, прям вот картина маслом. Друзья мои, мне нужен один технический эксперимент. Нам надо, что обязательно мы это сделаете. Давайте встанем и кое-что поделаем. Давайте, давайте. После обеда еда в живот попадает, живот увеличивается, кожа натягивается, поэтому глаза закрываются, понимая. Вот, давайте это сделаем. Так, предлагаю разминку. Я чуть позже скажу, почему она обязательно. Вот, не могу без этого, потому что сам вот мастером спорта относительно недавно стал. Но, тем не менее, давайте все поворачиваем головой, вправо, ага, влево. Так, отлично. Так, молодой человек, с вас какое-нибудь упражнение дайте нам, любое, да, с вас. Вот, вас как зовут? Александр, хорошо. Александр, все плохо с голосом, но неплохо с руками. Вот, Александр, вот если вы посмотрели вокруг, вот так вот эффективно махали руками ваши сотрудники, это бы были вашими сотрудниками? Да, были бы, вы их взяли. Хорошо, вас как зовут? Антон. А, Юля, Антон. Антон, с вас упражнение какое-нибудь. Вот, Антон, посмотрите, вот если бы ваши сотрудники так делали зарядку, которую вы проводите, они бы были ваши сотрудники? Я бы подумал, да, Антон уже не всех берет. Отлично, хорошо. Давайте вот вы, молодой человек, в наушниках, давайте выкуем упражнение. Так, ага. У вас какой бизнес? А? Вот человек знает в свободных размерах все. Вверх, назад, вперед, отлично. Так, давайте девушкам преданим слово. Можно вы? Да, вы, вы, да. Вас как зовут? Анна, какое-нибудь упражнение с вас? Обычно девушки в юбках делают махи ногами. Ну, давайте поприседаем. Кто в узких джинсах, будьте аккуратны. Я как-то после приседания два дня в группе спиной не поворачиваться. Ну, и вы, молодой человек, давайте. Какое-нибудь одно упражнение. Вот, нормальный офисный человек. Вот, спасибо тебе огромное. Так, отлично. Ну, последнее упражнение. Давайте потянемся вверх, потянемся вверх. Вдохнем глубоко, руку наглую положили. Молодцы. Поаплодировали себе. Присаживайтесь. Итак, поехали. Скажу, к чему это, друзья мои. После определенного момента мы говорим про моральный дух. Конечно, не так тухло, как мы это делали, но определенные команды сейчас прям реально делают зарядку прям перед тем, как что-то делают. Ну, поехали. Итак, друзья мои, мы говорим про креативную эффективность бизнеса. Очень часто встречаю теперь своих коллег. Да, опять же, действительно, надо рассказать о себе. Вот, у меня, я горжусь тем, что у меня есть там четыре хобби. Первое хобби – это спорт и робототехника. Вот недавно, правда, у вас в городе стал мастером спорта. Проходил золотой тигр, по-моему, да, вот у вас соревнования по пауэрлифтингу. Я там выступал. Вот второе мне хобби – у меня есть свой собственный бизнес. И я занимаюсь действительно, Кость, спасибо тебе огромное тем, чем мне нравится. Я занимаюсь только продажами и переговорами с поставщиками и клиентами. Следующий мой бизнес, который мне безумно нравится. Я веду тренинги уже давно. Ставка руководителем отдела продаж. Попсиколе, ты обязан вести тренинги для своей команды. И вот там с 2000 какого-то года я это делаю. И третье мое хобби – я работаю наемным менеджером. Наемным менеджером я руковожу 15 региональными тренерами. И 104 тренера у меня в подчинении в крупном телеком-холдинге. Мы предоставляем услуги связи. Компания номер два в стороне. Но не будем ее тут сейчас пиарить. Спасибо. И находясь на этом сочетании вот этих четырех моих хобби, мне очень интересно наблюдать некоторые явления. Встречаюсь с разными коллегами, с разными. Есть площадка для экспериментов, потому что у нас больше 600 филиалов в разных городах. Интересно смотреть, как происходит работа те или иные команды. И знаете, что мои коллеги стали говорить? Знаешь, какая история, Михаил? Очень часто сейчас происходит, что нас раньше все часто и часто привлекали к сессиям стратегического планирования. То есть бизнес чего-то планировал далеко, на 20 лет вперед. И мы проводили часто сессии стратегического планирования, и эти цели достигали. Сейчас у нас становится все меньше и меньше заказов. Ты не знаешь, почему? Я говорю, слушай, ну не знаю, у меня как-то с заказами все неплохо. Единственное, что я четко понимаю, что у меня сейчас немножко другой вид запросов стал у людей. Как вы думаете, почему стало меньше сессии стратегического планирования? Как вы думаете, какие есть мысли в голове? Друзья мои, никто не загадывает так далеко. А почему? Точно непонятно, что происходит. Друзья мои, давайте быстрый эксперимент проведем. Как вы думаете, раньше завоевание бизнеса, завоевание рынка было как бы много, либо больше? Вот сейчас, например, много, сейчас меньше возможностей, а раньше было больше. Вот раньше было больше, либо меньше? Как считаете, руку поднимите, больше или меньше? Меньше возможностей или сейчас больше возможностей? Сейчас больше возможностей. Ага, завоевание рынка. Хорошо. Конкуренция сейчас выше или ниже? Выше? Конкуренция однозначно выше. Давайте скорость принятия решений, скорость на реакция на запросы клиентов. Сейчас должна быть больше или меньше? Однозначно больше. Честно, положа руку на сердце, маржинальность сейчас увеличивается или уменьшается? Уменьшается, друзья мои. Сейчас действительно, если ты быстро не реагируешь на изменения рынка, а с цифровизацией все происходит быстрее и быстрее, сейчас конкуренции, сейчас конкурируют все со всеми. Если ты не успел, то ты опоздал. Это точно. И знаете, меня на самом деле стало радовать отчасти, что многие бизнесмены перестали планировать. Я не поддерживаю эту точку зрения. Я абсолютно уверен, что цель должна быть. Потому что, ну, не знаешь, цели там по-разному люди планируют. И некоторые считают, что вот я там, знаете, старая пословица, выстрелил из лука, стрела воткнулась, вокруг нее нишень нарисовал, все, в десяточку попал. Молодец. Это один вид планирования. Либо там люди все-таки метятся в цель, берут чуть выше, натягивают по полной и так, чтобы точно попасть. Но знаете, что стал радовать? Вот этот вот тезис. Меня стало радовать то, что сейчас бизнес стал задумываться, а вообще он из того стреляет-то или нет? То есть из какого лука? То есть ему, может быть, поменять оружие, может быть, посмотреть на его эффективность, делать так, чтобы взять там не рогатку, а лук. И для того, чтобы быть более эффективным. И сейчас более востребованные инструменты такие, ну еще раз говорю, мне реально очень нравится это, чтобы реально посмотреть на тот бизнес, который у тебя есть здесь сейчас. Костя очень правильные вещи говорил. Более того, сделать так, чтобы этот инструмент становился более эффективным. Более того, без вашего участия желательно. Вы, чтобы занимались правильными вещами в этот момент. И в моем бизнесе началось все с управленческих команд. У меня, слава Богу, есть площадка там из большого количества управленческих команд, на которых я проводил разные эксперименты. Что только они делали. Наша задача была поднять эффективность управленческих команд. Мы разные тренинги команды образования. Вот я приведу пример. Там у нас Blanchard, Perform. Мы там писали правила командного взаимодействия. Что они делают, что они не делают. А вот хочу сказать, что вот прям такие забавные отклики от того, что люди делают и что не делают. Это одна из крупнейших компаний в России, занимающаяся энергетикой. Не буду говорить какая. А вот мне иногда страшно становится, что там происходит внутри. Потому что, ну, думаешь, там точно должно быть все хорошо. И как только мы, как только не старались, ну, вот работая с командами, ну, получалось, что на какое-то время у нас поднимался корпоративный дух. На какое-то время команда там зажигалась, делала там результаты. А после этого почему-то все там растворялось. Вот. Разные были мысли, что такое происходит. Ну, постоянно, что ли, ездить и команды образовывать. Ну, это тоже неверно. Наверное, должен быть качественный лидер, который занимается регулярным поддержанием команды на нужном уровне. Но, опять же, он погрязнет в этом. Но, с другой стороны, контекстная составляющая – это его составляющая. Вот. И пришли к одному простому выводу. Ту технологию, что ли, которую мы взяли за основу, которую я хочу с вами поделиться, прямо вот отдать даром. Благодаря которой, ну, что ли, команда некоторое время, ну, как бы, сама делает эти проекты и сама начинается самоорганизовываться. Друзья мои, ну, давайте честно, положу руку на сердце. Допустим, представьте себе, что у вас есть качественный стрелок. Стрелок – это стопроцентное то, что вы попадете в цель. Как считаете? Если у вас есть хороший стрелок, опытный. Наверное, нет. Окей. Возьмем это с другой стороны. Если у вас есть качественное оружие, но там непонятный стрелок – это вероятность того, что вы попадете в цель? Тоже нет, друзья мои. Я абсолютно уверен, что только когда у вас есть и первое, и второе, вероятность того, что вот совмещение этих двух вещей просто значительно повышает эффективность того, что вы попадете в цель. Хочу познакомить вас с технологией, благодаря которой стали добиваться более-менее значимых результатов. Что это такое, друзья мои? Это некий такой опросник. Опросник управленческой команды. Он может быть разным, друзья мои. Мы взяли и сформулировали некий опрос. То есть всех людей, вся управленческая команда проходит опрос. Как вы считаете, вот у нас есть там 7 показателей, как вы считаете, что западает в нашей команде? То есть они реально люди, которые работают в этой управленческой команде, голосовали, что вот мы считаем, что у нас с этим хорошо, с этим хорошо, а с этим плохо, с этим особенно плохо. У каждого была возможность высказаться. Таких экспериментов уже много проведено, и так прям очень приятно на результаты смотреть. После того, как вы взяли направление, этих 7 направлений выделили для себя, самое сложное на самом деле руководителю принять те проблемы, которые люди высказывают. Потому что порой они, это же ему обратная связь, его управленческих компетенций. И люди, когда начинали высказываться, какие проблемы есть, порой руководитель себя там не сдерживал и говорил, да, видите вы все, я тут столько лет эту компанию строил, а вы тут проблемы какие-то искали. И мне высказываете. Следующая часть, друзья мои, найдите решение. Ровно этой же управленческой командой мы ищем решение для того, чтобы эти проблемы решить. Каждая проблема требует решения, а может быть нескольких вариантов. После этого, конечно, у нас идет расстановка приоритетов, мы расставляем приоритеты. И третий пункт, простые три пункта. Сформулировать дорожную карту и твердить план. Вот посмотрим сверху, примерно так вот это все выглядит. То есть в среднем, представьте, в среднем, я, кстати, занялся статистикой и посчитал, что вообще есть крупные компании, есть маленькие бизнесы. И где больше проблем, а где меньше проблем. Вот долго сравнивал количество, прям реально количество, сколько за одну сессию сформулируется проблем. Друзья мои, вывод такой, без разницы. Абсолютно, ну без разницы. В среднем от 30 до 40 проблем в любой компании генерится по ходу такой сессии. Люди высказывают то, что им не нравится, люди высказывают проблемы во взаимодействии, люди высказывают, от чего недовольны наши клиенты. У меня, конечно, всегда вопрос, а почему вы раньше об этом молчали? Почему вы об этом не говорили? На самом деле такие проблемы порой всплывают, но они это делаются там нечасто. А в большой сессии, в присутствии там босса, в присутствии собственника, люди почему-то, ну, так вот как-то говорят об этом. Видимо, хотят какие-то баллы себе заработать. Так вот, друзья мои, хочу вас познакомить с некоторыми такими вот проблемами, которые были решены. Наверное, продаем как все, знаете, одинаково. У нас тоже такие же там речевые модули и так далее. Встречались с такой проблемкой? Есть у кого-то прям одинаково? Там у всех установление контакта, выявление потребностей. Есть такое, друзья мои? О, один человек, да, у меня так же. У меня, мы тоже ртом говорим, да, в этот момент. Вот, друзья мои, простое там решение проблем привело к тому, что расширяет уже контакт. Благодаря генерации идеи там, опять же, топ-команды, они стали договориться о том, что даже в первом холодном телефонном звонке они будут расширять контакт. Делать так, чтобы человек даже при первом телефонном холодном звонке узнавал что-то личное, у клиента, вот, и устанавливал с ним взаимоотношения. Ну, например, отмена забитых речевых модулей, друзья мои. Кого? Скажите, меня бесят вот эти вот банковские речевые модули, когда вам звонят и примерно там какой-нибудь не в попад слово. Можно руку вверх, друзья мои? Вот, класс. Друзья мои, как это, да, приятно. Отмена всех, например, стандартных речевых модулей и замена их на более свежие. Например, вот один из таких интересных прям тоже креативных секций у нас получилась. Пословица народной мудрости при отработке возражений очень там интересно сейчас так звучит. Против народной мудрости не попрешь, вот, если еще грамотно ее впихнуть. Обрабатываются не все заявки, например, была такая проблема. Друзья мои, я вам беру просто кейсы абсолютно из разных направлений. Это связано с клиентами, это связано с бизнес-процессами, это связано, например, с целью, вот, это связано с отработкой клиентской базы. Знаете, на креативной сессии, когда начали думать, эта проблема всплыла, и вся команда начала думать о ней, абсолютно случайно оказался айтишник, парень-айтишник. И его решение, ну, это, мне кажется, такое простое, ничего не стоящее, но, тем не менее, конверсия там у людей увеличилась практически сразу же. Во-первых, они стали расставлять приоритеты, когда стали обрабатывать не вовремя, то есть заявки на склад, да? Во-вторых, группировать, а, это погрузочный лист, не стали вовремя отгружать заказы, друзья мои. Вот, группировать один погрузочный лист, чтобы проще было сформировать заказы. Друзья мои, босс после вот этой сессии сказал одну простую вещь, ты не поверишь, мы на 2% по сравнению с прошлым годом на 2%, то есть примерно в те же самые периоды, когда все стагнируют, наш рынок стагнирует, не тратя ни копейки, увеличили на 2% отгрузки в месяц. Я такой, а что случилось? Он такой, ты представляешь, наш зав. склада сказал одну такую вещь, давайте перенесем инвентаризацию с 30-го числа на 15-е. Просто они сдвинули инвентаризацию, и склад стал спокойно обрабатывать заказы. Это позволило обрабатывать все заказы, еще раз говорю, на 2%. Если ты на 100 миллионов продаешь, то 2 миллиона, я думаю, будут не лишние. Представьте, простая идея, которая позволила команде же тут сгенерить эту проблему, взять на себя решение ее и взять ответственность за ее решение. Низкий входящий поток, вот я хотел об этом сказать. Здесь был айтишник. Такие были простые вещи, как приведи знакомых, близких, сам подключись обязательно. Запустить статистику рекомендаций, то есть реально смотреть, откуда пришел поток. И очень забавно айтишник подсказал эту идею. Он говорит, смотрите, друзья мои, вы как считаете воронку? Вот как, откуда берете воронку? То есть, наверное, везде более-менее одинаково считается количество входящих звонков. Количество сходящих звонков, потом количество, допустим, целевых звонков, потом количество, кому мы выставили предложение, и потом количество, допустим, с кем мы там заключили договор. Примерно плюс-минус так, друзья мои? Так, нет? Он говорит, друзья мои, представьте себе ситуацию. Вот у нас количество входящих звонков, а ведь есть те люди, которые нам не дозвонились. Они позвонили не вовремя, они сделали там, например, выходной день. У них же тоже была потребность. У нас есть возможность учитывать этих звонков. Наша система, интегрированная, кстати, из Bittrex, позволяет регистрировать этих людей и перезванивать им. Представляете, одно простое решение, которое ничего не стоит, никаких вот ни грамма, ни копейки, позволило увеличить воронку. Этим людям стали, оказывается, вот здесь вот тоже были деньги. Оказывается, эти люди, которые не дозвонились, им тоже нужны были заказы. Простое решение. При том, что генерили эти люди сами исполнители, сама команда, которая принимала решение по повышению эффективности своей же компании. Самое известное, кстати, знаете, решение такое по повышению эффективности? Тут Константин приводил анекдот и приведу тоже, пожалуй, анекдот. Вот одна международная компания, есть у нее там офисы в разных, в Европе в том числе, решила провести парад толерантности и устроить гей-парад. Знаете, да, эту историю? Нет? Гей-парад и разослала по всем компаниям, что, друзья мои, если у вас люди нестандартной ориентации, вы можете к нам прислать, и вот мы их как бы признаем. А вот в России смотрели на это, конечно, сообщение очень забавно и долго и объявили, что худший директор по продажам в стране поедет на гей-парад. Эффективность команды возросла многократно. Друзья мои, это разовое решение, которое когда-то было там. Я считаю, что там прям приведена компания, в которой это было приведено. Не буду приводить ее в пример. Считается не факт, что это правда. Но, друзья мои, это вот те решения, которые родились здесь сейчас. Простые три шага. Найдите, обозначьте те оси, по которым вам надо расти, направления. Дайте людям сгенерить проблемы, которые они видят в компании. Пусть они же напишут вам решение. Пусть они же возьмут на себя ответственность. Сформулируйте дорожную карту. Утвердите это в проекты и их реализуйте. Еще раз говорю, простой пример. Перенеслись на 15-е число, когда начали инвентаризацию. На 2% увеличились отгрузки, друзья мои. 2 миллиона. Надо всех посмотреть, да. Друзья мои, вот примерно к такому приходит, к такой дорожной карте приходит креативное решение. То есть это сессия по креативному решению проблем в бизнесе. То есть здесь прям, и более того, очень интересно, Костя тоже интересную вещь говорил. Здесь очень интересно, когда сама команда нагенерила решение о тех проблем, которые есть. Сделать так, чтобы люди забрали эти решения себе. Здесь вы говорите, друзья мои, мы нагенерили большое количество решений. Вот, теперь, пожалуйста, как вы считаете, чьи это должны быть проекты? И люди начинают брать себе проекты. И такая интересная лакмусовая бумажка. В этот момент интересно посмотреть, у кого меньше всего будет этих вот проектов, которые он готов будет забрать себе и реализовать. Потому что, ну, так как-то забавно получается, да. Вы прямо смотрите списки, кто больше всех забрал проектов и будет их реализовать, кто меньше. Вот, и забавно посмотреть, кто, насколько вовлечен в компанию. Конечно, если ты меньше забрал, это не значит, что у тебя там меньше вовлеченность. Но, тем не менее, некий такой показатель сбоку есть. Ну, это все, о чем хотел рассказать, друзья мои. Я еще раз хочу, чтобы вы взяли простой такой инструмент на вооружение. Мы знаем, что такое сессия стратегического планирования. Теперь есть простая сессия поиска интерактивных решений. Вы можете там три простых, делая три простых шага, подумать о направлениях, поискать всей командой проблемы, найти к ним решения. После этого расставить приоритеты, сформировать дорожную карту, реализовать, завернуть все это в проекты, занести все это в битрикс и качественно контролировать, что и должен делать руководитель. Надеюсь, был полезен, надеюсь, вложил свое время. Спасибо. Спасибо, Михаил. Готов ответить на любые вопросы? Так, вопросов нет? Нет. Как я вижу, да. Ладно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.